так доброе утро дорогие друзья всем привет бонжур хелло все мы продолжаем изучать перке вот и мы продолжаем изучать 4 главу давайте всем бодер то в шалом hello бонжур влад козов привет дюрди не меня смотрится дюрди не первый заходит яэль ахапова шалом олег мельцюк давид живота животовский шалом давид все хорошо влада team все отлично это леви бердер и там леви бердер все все в сборе все в сборе и мы продолжаем и мы продолжаем изучать четвертая глава 4 глава и так значит предыдущая глава предыдущая предыдущая мишна и он нам сказал раби левитас раби левитас иш явный человек из явных и интересно что вот был такой комментатор комментатор левитас левитас это еврейская фамилия еще с тех пор представляете более двух тысяч лет вот такая фамилия левитас левитас это от слова леви наверное слова леви который тасс это летел летящий леви левитация отсюда же пошла до подсказывает это левитас значит он нам сказал чтобы были очень очень приниженные духом то есть не выделывались по простому у нас предупредил раби левитас человек из явные и сказал нам что все наши надежды гниения что вообще надежды людей это гниение рима все сгнивает все что человек надеется и чем ты сильнее надеешься тем сильнее как бы ты себе создаешь головняк такой да что вот надо хочу туда двигаться и все дальше нам сейчас это мишна продолжает раби йоханна бен брока раби йоханна бен брока яков штатин шалом раби йоханна бен брока значит ничего про него не читал пока может быть потом прочту и он нам сказал вещь вообще очень такую непонятную непонятно сейчас мы не разберемся он сказал коль ами халэль шем шамаем бесетер каждый кто обесценивает ибо имя небес в скрыто каждый кто хилуля шем сейчас мы разберемся что такое обесценивать бога да как можно бога обесценивать как можно имя небес вообще дословно переводится каждый обесценивающий имя небес в тайне нефраин мемена богалуй с оплата с него берется открыто то есть ему его как бы расплата приходит открыто теперь дальше он продолжает их от шагик одинаково шагик это тот который не неосознанно необдуманно делает выход мизит и одинаково мизит это тот кто делает намеренно и обдуманно бахилуля шем вот в этом аспекте обесценивания имя всевышнего здесь приравнивается неосознанно к осознанному давайте разбираться по по простому комментаторы объясняют нам что такое хилуль ашем хилуль ашем они объясняют вообще само понятие обесценивание имени всевышнего и существует только в публично то есть сама сама начала мишны тогда становится всем непонятно как может быть обесценивание небес в тайне если само понятие обесценивание хилуль ашем вот это до обесценивания бога это только может быть в публично сейчас мы разберемся значит во первых надо понять что если мы уже учили что мы не знаем награду за заповеди поэтому нужно бежать за заповедью легкой как за тяжелой и заповеди как бы в торе есть несколько раз всего написано что например есть заповеди за которые есть продление жизни заповедь почитания родителей это продление жизни но в принципе мы не знаем награды за заповеди как бы идет такая идея что главная награда за заповеди это с помощью заповеди ты набираешь награду для грядущего мира то есть сравнивал есть такая как бы сравнение что что такое награда за заповеди да и почему в этом мире нет награды за заповеди потому что вот приходит человек например он хочет купить бутылку себе там кока-колой или пачку сигарет или бутылку вина даже он хочет получить удовольствие в этом мире от чего-то от еды какой-то от питья какого-то и так далее значит он в этом мире получая вот это вот удовольствие он за него обычно платит то есть он должен дать деньги и значит получить что-то от чего он получает удовольствие теперь для того чтобы получить эти деньги он должен какое-то сделать действие да то есть идет так ты работаешь получаешь за это деньги потом деньги тратишь получаешь удовольствие Теперь, я не помню, это, по-моему, Хафицхаем, он говорит, а представьте, человек подходит к магазину, магазин, где расставлены вещи, которые приносят удовольствие, там, еда вкусная, вино, питье, и он заходит в магазин и говорит, вы знаете, я хочу купить бутылку Кока-Колы, но у меня денег нету, у меня есть только один вот такой бриллиант, и достает бриллиант, самый большой бриллиант в мире, вот такой размером там с голову, вот такой вот бриллиант. Давайте я вам дам бриллиант, а вы мне дадите сдачу с него. Хозяин магазина говорит, как я тебе дам сдачу с этого бриллианта, он стоит там 100 миллионов долларов, ты хочешь купить бутылку Кока-Колы за доллар, и у меня всего магазина, всего, что у меня есть, не хватит, чтобы тебе дать сдачу, как я тебе сдачу там с бриллиантом. Так вот, награда за каждую заповедь, так как заповеди переносит человека вечность в духовный мир, то это как бриллиант самый большой в мире, то есть в этом мире нету, нет награды за заповеди в этом мире, то есть в этом мире это, как бы весь этот мир, все его удовольствие не сравнится с той ценностью, которая есть в выполнении даже одной самой простой заповеди. Теперь про заповеди более-менее понятно, а вот про преступления тут чуть сложнее. Значит, за преступления прописаны наказания, то есть за каждое преступление идет как? Заповедями, то, что надо делать, ты набираешь баллы, набираешь баллы, набираешь духовность, то есть ты делая заповеди, ты как бы переходишь на следующий уровень, а преступления, они рубят твой уровень, то есть они как бы тебя отсоединяют от тех духовных твоих там достижений, которые ты сделал. И за преступления в Торе прописаны наказания, за что-то есть смертная казнь, за что-то есть, причем есть четыре вида смертной казни, за каждое преступление разный вид смертной казни. То есть сделал одно, там тебя через забивание камнями, сделал другое через сожжение там, ну и так далее. То есть есть там нюансы такие, да, все прописано. Но это сделано не для того, чтобы как бы наказать человека, да? То есть это как лечение, то есть все наказания, они являются следствием и исправлением, они не являются наказанием в том виде, в котором мы привыкли понимать наказание, да? То есть все проблемы, которые приходят к человеку, это не потому, что Бог хочет его наказать. А ну как вот, например, человек там не обращал внимания на... У него была ранка какая-то, да, надо было ранку обработать, надо было ранку... Вообще лучше было не пораниться. Если бы он не лез в опасное место, скорее всего, он бы не поранился. Но если он уже поранился, то тогда надо ее было обработать. А если он ее не обрабатывает, если он на нее не обращает внимания, она начинает гнить. Так загноение это наказание, или же загноение это следствие его неправильного поведения? Загноение это следствие его неправильного поведения. Теперь ему врач говорит, вы знаете, вам надо уже вот там ступня, не дай бог, уже загнила, теперь если ее сейчас не отрезать, то тогда у вас вы умрете. Так отрезание ноги в этом случае является наказанием или спасением? Получается отрезание ноги является спасением, то есть если с этой точки зрения мы посмотрим на те страдания, которые приходят к человеку, то они не являются наказанием, они являются все страдания, являются следствием его предыдущих неправильных действий, и они являются для него возможным спасением для того, чтобы он перешел на следующий уровень и зашел туда. То есть смысл жизни не в жизни в этом мире. То есть если мы рассматриваем жизнь как, ну, с точки зрения духовного, религиозного человека, то события этой жизни и этого мира, то, что с человеком происходит, не являются целью, они все являются средством для того, чтобы получить пропуск в духовный мир. То есть это такой взгляд. Теперь из преступлений есть преступления более страшные и менее страшные. Три самых страшных преступления, это первое преступление, самое страшное, это служение идолам. Служение идолам, идолопоклонство. То есть это когда человек начинает верить, что есть какая-то сила, кроме Бога. Почему это такое страшное преступление, мы можем только предполагать. Но Бог сказал, что пусть не будет у тебя других богов, кроме меня. И Он, Бог, сказал, что служение идолам это самая страшная вещь, которая есть. Почему? Почему? Значит, можно только догадываться и предполагать, но получается, что если в человеке есть божественная душа, и он начинает, он как бы в нем есть божественная сила, и он эту божественную силу направляет не на служение Богу, а на служение какой-то идеи, которая идолы же, они же не работают, их же нет как бы. Но он, получается, наполняет идолов божественной силой, и в мире начинаются разброды шатания. То есть это как служение идолам. Не человек служит идолам, нет у идолов никакой силы. А человек своим божественным вот этим наполнением наполняет какие-то там деревяшки, какие-то идеи, какие-то верования, наполняет их божественной силой. И в мире начинаются разброды шатания. То есть, понятно, да? Я так понимаю. Это не то, что я как бы могу доказать, ну или хочу доказать. Это я так понимаю, почему идолопоклонство настолько является страшным грехом. Второй страшный грех, это, ну, пойдет, за это был разрушен первый храм. Второй страшный грех, это убийство. Но здесь это вроде бы понятно, да? То есть Бог человеку дал жизнь. Жизнь, человек это проявление Бога, прекрасен человек, который создан по образу Бога, а другой человек берет и его убивает. Это неправильно. То есть Бог, это вообще запрещено. Как это так? Взять и прервать чужую жизнь. А так как все работает мера за меру, мера, что человек меряет, меряет ему с неба, то, естественно, что наказанием, не наказанием, а следствием того, что один человек убивает другого, является смертная казнь для того, кто убил. Тоже все понятно. Третье, мне непонятно, почему Бог запретил, конечно, но третье, это запрещенные половые связи. Делуй орает, то есть разврат. Это, ну, непонятно. Почему непонятно, почему это запрещено? Ну, значит, тут интересно, что, ведь, как называют вообще вот эти вот взаимоотношения? Эти взаимоотношения, ну, принято называть, что люди занимаются любовью. Так, Бог, это любовь, люди занимаются любовью. Какая разница, там, ну, кто с кем занимается любовью? Почему это так запрещено? Ну, можно было бы сказать, что это нехорошо, это не очень правильно, да? Но почему это поставили, что это хуже, чем, например, там, украсть? Украсть, мне кажется, хуже, то есть один человек забрал у другого, там, какую-то вещь, а здесь он другому, наоборот, сделал приятно. Но это три самых страшных преступления, которые поторим, то есть не будем выдумывать, но, значит, теперь Хилу-Ля-Шем, осквернение имени Всевышнего, обесценивание, оно страшнее, чем все это. Теперь, что такое осквернение имени Всевышнего? Значит, в Талмуде, когда задается этот вопрос, что такое осквернение имени Всевышнего, один из мудрецов Талмуда, он приводит пример. Он говорит, сейчас я вам объясню, что такое осквернение имени Всевышнего. Это если я куплю мясо у мясника и не заплачу ему сразу. Вообще непонятно. Другой мудрец говорит, это если я пройду два метра и не будет на мне тфилина. Это уже будет осквернение имени Всевышнего. Вообще непонятно. Теперь объясняют нам комментаторы, что если человек, он является священнослужителем, если человек является, как бы, он утверждает, или на нем уже прямо написано, что он связан с Богом, чем ты больше связан с Богом, тем больше люди на тебя смотрят, и тем легче тебе осквернить имя Всевышнего любым неправильным поступком. То есть, чем твой статус в духовности выше, тем более, вот прямо обратите внимание, как люди смотрят на тех, кто одет как религиозный, как они их прямо изучают, как они их прямо рассматривают под микроскопом. Если, не дай Бог, такой человек, который одет как религиозный, делает что-то не так, то что говорят люди? А, вот это вот он, смотрите, какой он религиозный, да? Я помню, когда я приехал в Израиль, там очень к ортодоксальным евреям такое отношение, как бы, среди неортодоксальных людей, а оно, ну, среди таких хелонимных, называются на еврите хелонимные от слова холь, это будничные, есть люди будничные, а есть святые. Теперь, но почему-то будничные люди, святые люди называют, называют обычных людей будничными, такими, да, хелоним, хелоним, ну, холь песок, но еще холь это, ну, обычные такие, да, хелонимные, они живут вот такой вот обычной жизнью. А хелонимные называют ортодоксов, как они их называют? Там досы, как-то они их тоже некрасиво называют, да, то есть у них есть такой антагонизм. И нерелигиозные, они очень любят рассуждать, вот, посмотри на этих религиозных, там, дармоеды, то есть у 5-10, я помню, когда я приехал в Израиль, а я приехал сразу учиться в Ешиву, я как раз был ортодоксом таким, да, вот, жил в этой среде, я и сейчас ортодокс, но я почему перестал так одеваться? Именно из-за этой мишны. То есть чем ты больше, чем ты больше, как бы, одеваешься вот в эту форму, что я связан с Богом, тем легче тебе сделать самое страшное преступление осквернение имени Всевышнего, потому что любой твой поступок, когда ты одет как религиозный, людьми оценивается, может оцениться, а вот он оскверняет имя Всевышнего, он его обесценивает, он, то есть, понятно, да? Теперь, значит, и мне кто-то говорил, так, я помню, встретился со своим таким малорелигиозным другом, и он говорит, вот, смотри, вот эти писатые, там, ходят там по публичным домам. Я говорю, это переодетый, я говорю, он нерелигиозный. То есть то, что он одет как религиозный, это не значит, что он религиозный, если он делает нерелигиозный поступок. Но в глазах человека-то он же не может заглянуть ему вовнутрь в голову и узнать, что у него внутри в голове. То есть по внешнему судят о внутреннем. По одежде встречают, по уму провожают. Но даже по уму не провожают, потому что есть у человека его внутренняя сущность, есть у человека одежда, которая прям витрина, он говорит, посмотрите на меня, вот я вот такой, я хочу показать своей одеждой, что я вот такой. Кто-то одевает веселенькую рубашку, он хочет показать, что он веселенький. Кто-то одевает галстук, что он хочет показать, что он, типа, такой важный, он в галстуке, он такой прямо полуофициальный. Ну и так далее. То есть человек внешне своей одеждой, он показывает кто он. Если он надел религиозную одежду, то значит, что он хочет, показать что? Что я связан с Богом. А если ты связан с Богом, а поступаешь некрасиво, то это Хилу-Ля-Шем. И вот этим часто, кстати, объясняется, когда люди начинают соблюдать заповеди, и вдруг у них начинает жизнь рушиться. И все как бы думают, он же наоборот, он начал соблюдать, он начал много делать, все. А он что-то начал делать, а ведет он себя некрасиво во многих вещах. Тут он начал соблюдать, а тут он продолжает людей там обзывать, оскорблять и так далее. Если раньше, пока он был без степы, ну что с ним возьмешь? Он без степы, понятно, что и так негодяй, и так негодяй, да? А так он религиозный негодяй. Так это где же Бог его? Куда же Бог смотрит? И все вокруг начинают на него сразу привлекать божественный гнев, да? Потому что, ах ты такой, религиозный еще, а там на ногу мне наступил, да? И не извинился, и здрасте не сказал, и консьержка внизу сидит, говорит, вот эти религиозные, конечно, опять набухались. Ну, например, да? Теперь дальше, теперь дальше. Теперь нам станет понятно, что нам сказал, что нам сказал раби Йоханнан бен Брока 2000 лет назад. Он сказал, коль амихалэль шем шамамам бессеттер, каждый, кто обесценивает имя небес в... Вот здесь непонятно, как можно втайне обесценить имя небес, если можно обесценить имя Всевышнего только, только, только открыто. Люди должны сказать, что он обесценивает. Самое одно из объяснений, такое понятное, говорится, втайне есть преступления, которые совершает человек, он их совершает втайне, но все равно там должен быть обязательно второй участник. Что это за преступление? Как раз вот это связано с развратом и так далее. То есть, вот там он, например, какой-то священник, я не буду говорить, какой он священник, там, это может быть любой священник, и этот любой священник, он заказывает девушку себе, например, платит ей деньги, и в религиозной одежде с этой девушкой начинает развлекаться. Это называется обесценить имя небес бессеттер, втайне. А потом он еще этой девушке и не заплатил. Это вообще-то просто капец. Эта девушка, она как бы, как бы она, она в это время снимала видеокамеры и все. И тогда с него это все спрашивается потом в открытую, и то, что происходит, например, все эти процессы, католическая церковь потом проходит по 20, по 30 лет, и потом эти мальчики церковного хора, они в суде выступают против священника, который давал обед безбрачия, и который, там, чуть ли кардиналов сейчас судят. Папа Римского нет, есть такие, там, ну, первый эшелон этих кардиналов, с них потом, с них потом, значит, все спрашивается в открытую, да. Теперь, ну, и то же самое можно сказать, что в Израиле главный раввин Израиля сидит за что-то в тюрьме, или сидел в тюрьме за что-то, но только за взятки, там, какие-то и так далее. Взятка это тоже, если это взятка, то это тоже можно сказать, что это в тайне, но все равно кто-то участвует в этой взятии, вторая сторона. Теперь, значит, здесь понятно, да, что тот, кто обесценивает имя Бога в тайне, с него оплата берется в открытую. Теперь, вторая его часть. Одинаково шогек и одинаково мизит бахилу-ляшем. Одинаково есть, есть, значит, шогек, это когда человек делает что-то неосознанно. Например, есть два варианта неосознанности. Первый вариант неосознанности, человек, допустим, он был без сознания, он очнулся, и он не знает, что сегодня шаббат. Ему не у кого спросить, и он, не зная, что сегодня суббота, думает, что сегодня среда, и он делает все действия, которые можно делать в среду, но нельзя в субботу. Но он не знает, что сегодня суббота. Это первый вид неосознанности, который, ну, это полная неосознанность, он вообще не знал. Поэтому, если человек не знает, например, что что-то запрещено, или он не знает, что что-то неправильно, то тогда у него получается, ну, он неосознанный, да, и поэтому еще раз в Каэлите мы изучали в Экклезиасте, что марбэ хахма, марбэ каас, то есть умножаешь знания, умножаешь гнев. Какой гнев ты умножаешь? Есть одно из объяснений, гнев Бога на тебя, то есть ты, зная теперь, что ты делаешь, если ты продолжаешь это же делать, то это уже проблема более серьезная, это ты делаешь уже осознанно. Мэзит это когда намеренно ты делаешь преступление. Но я считаю, что большую часть преступлений люди делают ненамеренно, они просто не знают, и делают это бэшогэк, да, бэшогэк это неосознанно. Теперь, значит, но вот в этом преступлении, осквернении имени Всевышнего, он говорит нам, рабе Йоханнан бен Брока, что нет, нет здесь неосознанно. Одинаково ты делаешь неосознанно или осознанно, то есть это очень сильно человека спрашивается. Взаимоотношения со Всевышним, с Богом, это очень серьезная тема. Например, если человек обещает, просто он говорит, я тебе обещаю там денег, денег дать, ну, например, каких-то, он кому-то пообещал. Пообещал и пообещал. А если он ему говорит, я обещаю дать сдаку, то есть сдака это заповедь, это уже стало обетом, это уже как договор с Богом. И Бог за это спросить может, да, что как же ты так, ты обещал что-то делать и так далее. То есть, поэтому нужно обязательно говорить, когда что-то связанное с выполнением заповедей, с Богом, вообще в этой сфере нужно быть крайне осторожным. То есть, когда ты приближаешься к царю, у меня есть один знакомый, он в России очень сильно начал расти, зарабатывать, там прям реально, прям рос вообще невероятной скоростью. И он приблизился к высшему эшелону власти, высший эшелон власти, ну там вот самый высший эшелон власти. И просто кому-то не понравился. Вот просто кому-то он не понравился, и он сказал, вот этого, чтобы вообще здесь не было. Или мы сейчас его в тюрьму посадим. Ну там же все просто делается. Даже я еще расскажу проста речь. Один человек ехал на машине в России. Он был мультимиллионер. Этого я не знал, мне рассказали, это просто эта история больше подходит. Мультимиллионер, делает там оборонные заказы для... Ну что-то он изобретатель, изобрел там. Ну такой крутой-крутой вообще, круче некуда. И он значит, ну а когда он крутой, он же ездит как крутой, он же уже, ну правила не для крутых. И он туда-сюда, туда-сюда, и тут какая-то там черная Ауди с затемненными стеклами. И он значит с этой черной Ауди как-то то ли соприкоснулся, то ли даже не соприкоснулся. Ну в общем, он выскативает, и там водителю Ауди начинают орать, ты че, кто, ну там, начинают его как бы прессовать, да. Этот водитель Ауди, значит, даже не вышел из машины. Тот, кто в Ауди сидел, ему говорит, поехали, значит все. И все, как бы на это все закончилось. Он едет с женой, а этот человек же был с американским гражданством, крутой. И он ехал, въехал, потом въезжает с женой россиянкой на территорию России, ему в аэропорту говорят, а вам въезд в Россию запрещен. Он говорит, как мне запрещен, у меня тут заводы, фабрики, все. Ему говорят, вам запрещен въезд в Россию, в принципе, вообще. Он, значит, как, пытается узнать, а там в машине сидел кто-то из Совета безопасности России, он даже из машины не вышел. И он его ввели в такой компьютер, что его оттуда отключить может только Путин там, только на самом верху. И он так и остался невизным. Никто ему не мог помочь. Ни за какие деньги. То есть, вот тот человек, который его там нажал, он его, ну, то есть, невозможно было его вытащить. Теперь, когда человек вступает в контакт с Богом, и он говорит, я религиозный деятель, я религиозный, я цадик, я праведник, я там одевают на себя большую типу, длинные пейсы там, или, ну, неважно, каким образом человек говорит, заявляет, как бы, публично о своей близости с Богом. Вот тут говорит нам, говорит нам рабе Йоханнан Бен Брока, надо быть осторожнее, ребята. Если ты оделся, как религиозный, будь очень осторожным, не оскверняй имя Всевышнего, потому что это страшно, это страшнее, чем убийство, разврат и идолопоклонство. Все. На этой оптимистической ноте давайте закончим, поэтому надо быть проще и очень остерегаться, очень остерегаться именно осквернить имя Всевышнего. Все, друзья, удачи, успехов и всего-всего хорошего. скромнее. Это продолжение того, что нам сказал рабе Левитас из Явны, что будь сильно-сильно приниженный духом, не выделывайся, будь скромнее. И, значит, текватый нож, все вот эти амбиции, это все гниение, а еще более надо быть осторожным, если ты связан со Всевышним, так делай это скрытно. Нужно быть в хороших отношениях с Богом очень скрытно. Все, удачи вам, успехов, напишите свои выводы и все, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok